То Бог ель, и яко Бог наш. ПЕСНЯ Ти, напевно, неодноразово помічав наш добрий друже, що світ, в якому ми живемо, – це велика таємниця Божа, а кожна людина неповторна і залишає свій особистий слід на землі. Великою і до сих пір непізнаною людиною залишається святий пророк і хреститель Господень Іоанн, різдво якого християни відзначають 7 липня. Ти, якщо розробитися, то все существування человечества Ветхого Завета, воно сводилось до того, щоб в мире появились дві личності. Це Преста Богородица і святой порок, претеча і хреститель Господень Іоанн, тобі личності. Тому що фактично от Бога избранний єврейський народ, він для цього і очищався, щоб появилась та, яка стане алтарем Бога живого, яка стане святилищем святого і святого, в яку войдет сам Господь і родиться посредством її в мир, стане Бога-человеком, і той, який стане його самим великим пророком і самим великим благовестником, святой порок, претеча і хреститель Господень Іоанн. І вот, конечно же, хочеться сказати, то, що пророк, претеча і хреститель Господень Іоанн, він був дуже серйозним, якщо розібрати іконографію, скажімо так, то, якщо ви посмотрите, шкастло в храмах зображається, що Хрестова Богородица стоїть одисною Христа, а святой порок, претеча і хреститель Господній Іоанн, він стоїть по левій стороні Христа, ближе всіх, а потім всі остальні іду. Якщо ви возьмете іконочку Дня всех святых, то всегда возі претеля Божого Хрестова Хрестова Богородица і святой Іоанн Креститель. То есть по небесной иерархии самые большие, самые крупные святые. То есть они не просто были святые, потому что, скажем так, по какому-то, скажем, просто факту, но они действительно были люди святой жизни, святой подвижнической жизни. Вот если разобраться, то святой пророк, притечащий кститель Господний Иоанн, он был, как Господь о нем сам сказал, что вы хотите ходить смотреть в пустыню. Трос, леколеблемый ветром, или как бы человека, одетого в мягкие одежды. Но человек, одетый в мягкие одежды, живет в чертогах царских. Но здесь вы смотреть хотели пророка, и я вам скажу, и больше пророка, потому что из рожденных женами не рождался человек, который был больше Иоанна Крестителя. То есть вот какой это был человек. И сегодня мы говорим о том, что 7 июля по новому стилю мы будем праздновать Рождество святого пророка, притечи и крестителя Господня Иоанна. Этого великого пророка, великого притечи, который засвидетельствовал нам то, что Господь должен прийти в мир. И главной миссией которого было узнать Христа. Чтобы узнать Христа, он очищал себя духовно невероятно. Если мы знаем, что его родители были убиты в ранней юности, не в ранней юности, а в детстве, скажем так, потому что фактически, когда ангел Господень вывел святое семейство Иосифа, обществу Богородицу и Спасителя в Египет, то, конечно же, Рождество Иоанна Крестителя, он родился необычайно, скажем так, необычно. И поэтому Ирод, конечно, подумал, что он мессия. И, конечно, его семью преследовали. И Захария, его отца первого священника, убили в храме воины Ирода. О чем свидетельствовал сам Христос в Евангелии. Он говорил, что и Захария, сын Вархин, убитый между жертвенниками храмом. И его мама, святая праведная Лисавета, с младенцем Иоанном на руках, она спасалась в пустыню и вошла, как бы, когда она бежала, за ней гнались воины. И эти воины, они, как бы, гора раступилась, и она поглотила Иоанна Крестителя и Елизавету. И спасла, таким образом, от воинов Ирода. И она уже, святая праведная Лисавета, уже умерла, как бы, уже в пустыне. Иоанн Креститель оставался серьезным, большим подвижником в пустыне, с малолетства. Он молился Богу, он ходил, как бы, во власянице, то есть такая одежда из грубого-грубого волоса. Но нам этого не понять. Это фактически, что одеть наждачку на себя, да, скажем, или одеть стекловолокно. Он так себя смирял, он подвижничал настолько, что вот он, как бы, одевал вот эту вот власяницу на себя. И он питался только акридами и диким медом. То есть, что такое мед, это понятно, но акриды – это нечто такое наподобие саранчи. Ну, какой-то, по одной из версий, это растения какие-то пустынные, а по другой версии, что это, как саранча, да, скажем, ну, какой-то кузнечик, насекомое какое-то. Вот он питался всю жизнь только этим, фактически. И вот это был, конечно, очень великий подвижник и великий порог, чему подтверждение его имя. Святой Иоанн в переводе, то есть, очень распространенное еврейское имя, оно означает в переводе с еврейского «милость Божья», то есть, Бог милостью. То есть, Бог милостью, потому что он послал в мир предтечу, который возвестит и узнает Христа. И скажет, вот, агнец Божий, который возьмет на себя грехи мира, и который, как бы, поведет народ за собой и спасет всех людей своих. В этом главная была задача Иоанна Крестителя. И поэтому, конечно же, Рождество Иоанна Крестителя, оно было сопряжено тоже с большими чудесами, и с большими, как бы, скажем, событиями. То, что мы знаем, что, подобно Якиме Иоанне, родителям Престой Богородицы, Иоанн Креститель, он тоже, Захарий Лисовет, тоже до старости не имели детей. Почти до 70-летнего возраста у них не было детей. Это был род первосвященников, то есть, он был, Захария, был священник. И в то время, когда родился Иоанн Креститель, он был первосвященником по череде. То есть, как бы, и вот в одно время, когда он служил, совершал в святилище священодействие, то ангел Господень вошел, как бы, появился, перед ним архангел Гавриил появился в святилище и сказал, что скоро Елизавета родит сына. Но Захария ему, как бы, не то, что не поверил, он засомневался. И за это вот сомнение он был наказан, за это маловерие, что он фактически, как бы, замолчал. Ангел наказал его немотой. И он, как бы, анимел и вышел к народу, и народ увидел, что он знакомо объяснялся, и увидел, что, как бы, Захария не может говорить. И когда вот Елизавета, она родила Иоанна Крестителя, то тогда, когда был спор между родственниками, всегда евреи в Ветхозавете называли мальчиков именем отца. Ну, как часто у нас, да, Иван Иванович, Николай Николаевич. То есть, также Иоанну Крестителю по еврейской традиции, висходозветной, надо было назваться Захарией. Ну, скажем, Захария, сын Захарии, чтобы был. Но когда спросили Захарию, он взял дощечку и написал Иоанн, имя ему, на дощечке. И тогда, отверзив с его уста, и он за эту правду Божию, за глагол Божий, начал говорить. И мы сегодня, также было удивительное событие, мы знаем, что Престая Богородица, уже беременная Христом, она пришла в град, где жил священский город специальный, где жили священники, где жили левиты ветхозаветные. Она туда пришла, и когда Елизавета, уже беременная, Иоанном Крестителем увидела ее, они обнялись. И тогда, как бы, в животиках соприкоснулись Бог, и соприкоснулся Его Великий Пророк. И тогда, Великий Пророк уже тогда узнал, что перед Ним Бог, перед Ним Спаситель, потому что, как поискивается в Евангелии от Луки, взыгрался младенец в очреве Едия, взыгрался младенец радущими в очреве Едия. То есть он узнал Спасителя. И тогда Елизавета исполнилась благодатью Святого Духа и воскликнула славу Татир Хан Говорила, который говорил фактически на благовечение Престой Богородицы. «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословен ты между женами, благословен плодчрева твоего». Это молитва, которую мы знаем. И поэтому мы празднуем 7 июля этот великий и замечательный праздник Рождества Святого Пророка Претечи Костеря Господня Иоанна. Милостью Божией, по благословению правящего нашего архиере, высокопрещеншему митрополита Николаевского Чаковского Петерима, я являюсь настоятелем Свято-Иоанновского храма Сила Марьки, храма Рождества Иоанна Претечи. Поэтому сердечно приглашаю вас в этот день, 7 июля в 9.00 на наш храмовый праздник. С Божьей помощью будем праздновать и чтить день рождения самого Великого Святого после Престой Богородицы на земле Стопророка Претечи и Крестителя Господнего Иоанна. Также хотелось сказать пару слов. Упредительное замечание. То есть мы будем помнить, дорогие братья и сестры, что часто как бы сатана не дремлет, и как бы он старается совратить всегда людей с пути истинного. И часто в народном сознании мешается праздник Рождества Стопророка Претечи и Крестителя Господнего Иоанна и языческий сатанинский праздник Иоанна Купалы. То будем помнить, Рождество Иоанна Крестителя – это божественный праздник, а Иоанна Купала – это языческий сатанинский праздник. И, казалось бы, поэтому, когда вы празднуете Рождество Иоанна Крестителя, вы знаете, что Иоанн Креститель вместе с вами находится. И святые ангелы находятся вместе с вами, и Господь находится вместе с вами. И вы, чествуя Иоанна Крестителя, вы исполнитесь божественной благодати и приучаетесь к Богу. А приходя на праздник Иоанна Купала, кушая там шашлык, в пятом, посреди, так сказать, поста, в разгар Петрова поста, как бы прыгая через костер, вы приучаетесь к бесам. Поэтому вы всегда это должны знать и очень четко делать выбор, зная, что одно Иоанна Крестителя – это дело Божье, другое – дело языческое и сатанинское. Поэтому вам выбирать, делать ваш выбор, но, конечно, как священник надо предупредить, дорогие братья и сестры, вас об этом. Потому что Иоанна Купала – это грех. А Рождество Святого Порока при чести к Крестерии Господней Иоанна – это прекрасно, потому что этот человек, он проповедовал милость Божию, он проповедовал покаяние, он проповедовал смирение, он проповедовал отречение от страстей, отречение от грехов каждого человека. Он говорил, чтобы мы очищали свои сердца, и тогда наши долы понизятся, горы понизятся, от долы наполнятся, и кривизны, они распрямятся и станут прямыми, и мы станем действительно с Божьей помощью храмами Бога Живого, которым был святой порок, предтеча и креститель Господень Иоанн. Спасибо, Господи, дорогие братья и сестры. Редактор субтитров А.Семкин